Видите бочку примерно в полтора метра высотой? В ней нет ничего необычного, за исключением того, что она вот-вот качнется и нырнет прямо в бурлящий хаос Ниагарского водопада. Еще несколько мгновений, и бочка сорвется с края и полетит к подножию водопада, более чем на 52 метра вниз. Но самое невероятное, что внутри этой бочки сидит человек, и он забрался туда по своей воле. Энни Эдсон Тейлор родилась в обеспеченной многодетной семье. Ее отец был владельцем мельницы. Он умер, когда девочке было 12 лет, но оставил после себя достаточный денег, чтобы семья могла жить безбедно. Поэтому, когда Энни решила стать школьной учительницей, ей ничто не помешало. Девушка даже получила диплом с отличием, закончив четырехлетнюю учебную программу. Во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем. К сожалению, их брак продлился недолго. Энни осталась молодой вдовой. Женщина потратила десятки лет своей жизни на работу преподавателем и переезды из одного места в другое. Много лет спустя она оказалась в Бэй-Сити, штат Мичиган. Она хотела стать учительницей танцев. Но в городе не оказалось ни одной танцевальной школы. Ну, какие проблемы? Тейлор открыла свою собственную. В 1900 году она переехала в город Су-Сент-Мари, чтобы преподавать музыку. Позже она отправилась в Сан-Антонио, штат Техас, и в поисках работы даже заехала в Мехико. В итоге, не добившись особых успехов, она вернулась в Бэй-Сити. Все эти путешествия, пусть и весьма захватывающие, оставили ее почти без денег и без имущества. Ей нужно было срочно найти какой-то способ пополнить свой банковский счет, чтобы не оказаться совсем без средств в преклонном возрасте. Однажды Энни прочитала в газете статью об экстремалах, которые устраивают опасные шоу рядом с Ниагарским водопадом. И ей в голову пришла неожиданная идея. «Хммм», — подумала она, — «а почему бы мне их не переплюнуть и не прыгнуть в сам водопад? Если я выживу, то стану знаменитой». Вообще-то Энни даже не сомневалась, что выберется из этого приключения живой. Она была очень решительной и оптимистичной, и поэтому сразу же принялась за работу, чтобы привести свой план в действие. Энни была не настолько наивна, чтобы полагать, будто ей удастся пережить падение без какой-либо защиты. Вот почему она решила падать в бездну в специальной бочке, напоминающей бочку для маринованных огурцов. Она лично спроектировала этот сосуд. Сначала она набросала схему и сделала прототип из картона. Каждую дощечку для каркаса изделия она отбирала вручную. Затем за работу взялась местная компания, производившая бочонки для напитков. В итоге получилась емкость неправильной формы, из белого дуба. Высотой полтора метра, шириной примерно один метр и весом около 72 килограммов. С десятью широкими металлическими обручами. В бочку поместили кожаную сбрую, чтобы Энни не болтала внутри. И матрас, чтобы смягчить падение. Кроме того, ко дну бочки приделали массивный металлический блок весом 90 килограммов. Он должен был служить балластом, удерживая бочку в вертикальном положении. Вскоре все было готово для представления. Энни решила исполнить трюк в свой 63-й день рождения, 24 октября 1901 года. Женщина сказала журналистам, что есть 40 с небольшим. Люди, которые согласились помогать Тейлор, были настроены скептически. В тот самый день, когда мероприятие должно было состояться, его несколько раз откладывали. Помощники боялись, что что-то пойдет не так, и их призовут к ответу. В конце концов, примерно в 4 часа дня бочку погрузили в лодку, и Энни забралась внутрь. В руках она держала свою счастливую подушку в форме сердца. Помощники закрытили крышку и закачали внутрь свежий воздух, которого хватило бы, чтобы дышать в течение одного часа. Но все представление должно было занять гораздо меньше времени — около 20 минут. Отверстия, служившие для вентиляции, заткнули пробкой, и отважная женщина, наконец, поплыла по своим рискованным делам. За процессом пристально наблюдали несколько тысяч зево. Емкость, находящаяся внутри Энни, отбуксировали на более глубокую канадскую сторону реки Ниагара, к водопаду Хорс-Шу. Это большее из двух каскадов, образующих Ниагарский водопад. Возле Козлиного острова бочку пустили по течению, и она, стремглав, понеслась к обрыву. Нервничала ли Энни? Сказать так означало бы слишком все преуменьшить. Ее сердце бешено колотилось, дыхание участилось, ее то и дело бросало в дрожь, а тело покрылось холодным потом. Казалось, что в деревянной бочке уже не хватает воздуха, но женщина была полна решимости оставаться храброй. Внезапно бочка ускорилась, попала в поток и понеслась к краю водопада. Люди, наблюдавшие за ней с берега, потеряли ее из виду. Она затерялась в тумане, который плотно окутывал бурлящую воду. А в это время внутри своего хрупкого укрытия Энни прислушивалась к реву водопада. Он становился все громче и громче. Мгновение страшного затишья на самом краю, и бочка рухнула с высоты, превышающей триумфальную арку в Париже. Падение оказалось короче, чем ожидала Энни. Всего через несколько секунд ее бочка ударилась о поверхность и ушла под воду. Ее бешено вращала и бросала из стороны в сторону, как маленькую веточку. Еще мгновение, и она всплыла на поверхность. Бочка уцелела, но вода начала просачиваться внутрь. Проплыв еще немного вниз по течению, бочка остановилась у скалы в реке. Тут же рядом оказались помощники, которые дрожащими от волнения руками сорвали крышку. Из бочки на них смотрела вцепившаяся в мокрую подушку живая Энни, вся в синяках и со страшным головокружением от тряски. Один из спасателей был так потрясен, увидев ее живой, что схватил рупор и прокричал об этом невероятном событии всем зрителям. Дева Тумана, экскурсионная лодка, пришвартованная неподалеку, дала гудок в честь успеха Энни. Позже Энни сказала, что потеряла сознание только однажды, сразу после падения, а в остальное время была на стороже и чувствовала все, что происходило с бочкой. Итак, Энни обрела славу, к которой так стремилась. Она получила прозвище «Богиня воды» и почти сразу же после своего приключения превратилась в знаменитость. Некоторые даже посвящали ей стихи. К сожалению, женщине, вопреки надеждам, не удалось заработать много денег. Ее слава оказалась мимолетной. Энни написала мемуары и собиралась продавать свою книгу возле Ниагарского водопада, но ее менеджер сбежал, прихватив с собой и уникальную бочку. Энни потратила почти все свои сбережения на частных детективов, пытаясь ее вернуть. Она хотела использовать ее как реквизит для выступлений на публике. Некоторое время спустя бочку заметили в Чикаго. Но прежде чем Энни смогла туда добраться, бочка снова исчезла. На этот раз. Навсегда. Единственное, что оставалось делать Энни, это позировать фотографом в своем сувенирном киоске. Она также пыталась написать роман и воссоздать свое падение на пленке. Но ни один фильм так и не вышел в свет. В 1906 году она упомянула, что могла бы повторить свой прыжок в водопад. Но и этому не суждено было случиться. Через несколько лет после прыжка Энни власти Канады и Нью-Йорка ввели официальные запреты. Они должны были помешать экстремалам следовать по стопам отважной школьной учительницы. Но даже огромные штрафы не заставили людей отказаться от рискованных попыток.